МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Политех приносит успех. Не просто удачная рифма, а уже доказанная реальность. В этом году Чебоксарскому институту Московского политехнического университета исполняется 65 лет. Здесь учатся студенты из 38 регионов России и 16 стран мира. А это более 2000 человек. О институте и его студентах мы и поговорим сегодня. В гостях национального телевидения Чуваши ректор Чебоксарского института Московского политехнического университета Александр Агафонов. Александр Викторович, здравствуйте. Добрый день. Сразу бы хотелось поздравить вас с такой прекрасной датой. 65 лет исполняется политеху. Уже многое сделано, наверное, много планов. Расскажите, подводя итоги работы, что можете выделить, что отметить? Действительно, за 50 лет работы выпущено и сделано много специалистов. Это более 50 тысяч специалистов, которые успешно трудятся не только в нашей республике, но и далеко за пределами. Мы искренне этим гордимся. То, что у нас такое большое сообщество выпускников, есть хорошие результаты и по праву мы им гордимся. Расскажите, пожалуйста, подробнее об институте, о направлениях обучения, о специальностях. Наш институт был открыт в городе Чебоксары 1 ноября 1955 года как филиал Всесоюзного заочного политехнического института. И разные годы мы назывались по-разному. Это и Московский государственный открытый университет, и машиностроительный университет. И вот в рамках реорганизации вузов Москвы в 2016 году, в сентябре месяце, мы стали Московским политехническим университетом и филиалом здесь, в Чебоксарах. Мы готовим преимущественно по таким направлениям, как строительство, транспорт, электроэнергетика, информатика, экономика, менеджмент, юриспруденция. Буквально в этом году мы открыли два новых направления, это нефтегазовое дело и информационные технологии медиаиндустрии. Поэтому мы уже с завтрашнего дня начинается приемная кампания во всей нашей стране, и мы с удовольствием приглашаем всех наших абитуриентов, в том числе и на вновь открытые направления. Мы на сегодняшний день имеем 130 бюджетных мест по этим направлениям подготовки и специальностям. И в том числе можно получить образование платно. Большая линейка направлений, то есть возможностей дополнительного образования, более 70 программ уже разработанных, и мы тоже их реализуем. Затронули как раз тему приемной кампании. Когда начнется, сказали завтра, что с собой нужно брать студентам? В каком формате? Ну, формат приемной кампании этого года, в общем-то, он отличается, наверное, от предыдущих. Что мы начинаем работать в режиме онлайн. И сегодня разработаны технические сервисы, да, это и мобильные приложения, где любой абитуриент может минимум, скажем так, потратив времени, не надо приезжать, можно несколько кликов подать заявление. А вообще с каким уровнем подготовки абитуриенты приходят в ваш ВУЗ и вообще каких ждете? Ежегодно абитуриенты показывают очень высокие результаты. И средний балл ЕГЭ, вот по уровню, например, прошлого года, средний балл составил всех поступивших 67 баллов. Это довольно-таки высокий уровень даже у нас в регионе. Но каждым годом эти баллы повышаются. То есть мы, скажем так, набираем популярность и нас выбирает молодежь. Показывает то, что мы каждый год практически вдвое увеличиваем контингент и прием, соответственно, в этом году. Мы надеемся, он будет еще выше, чем в прошлом году, несмотря даже на те условия сегодняшнего дня. Меняются ли с каждым годом абитуриенты? Безусловно, молодежь меняется. Это новые поколения, новые взгляды. Уровень их подготовки, в общем-то, показывает их осознанный выбор. То, что они выбирают уже готовиться к этому. То есть выбирают те направления, на которые приходят и, скажем так, и трудоустраиваются, в том числе в процессе обучения. Я знаю, что на базе вашего вуза работает конструкторское бюро уже три года подряд. Студенты не просто проектируют, а воплощают уже реально в металле, задуманное в натуральную величину. Вот расскажите, пожалуйста, о проекте, об этом. Безусловно, да. Вот у нас есть такой клуб, скажем так, студенческий. Мы взяли вектор на проектное обучение. И с первого курса все, без исключения наших студентов, увлекаются в проекты. То есть это позволяет им реально моделировать, конструировать, что-то делать своими руками, варить, красить. Все возможности в нашем институте для этого есть. Кроме этого, ребята могут разработки, исследования уже выдвигать на разного рода гранты. И на базе нашего института уже более 10 лет работает представительство фонда инноваций, так называемый фонд Боркинг, который занимается инвестированием научных разработок идей. И за более чем 10-летнюю историю в регион привлечено более 70 миллионов рублей бюджетных средств, которые, в общем-то, сейчас этот грант составляет 500 тысяч рублей. И многие наши студенты тоже его получали и получают, в общем-то, иметь такую возможность. Это вообще очень здорово, когда представляются такие возможности. Возможности. Вообще в этом году наша республика, ну как и вся страна, попала в такую форс-мажорную ситуацию. Пришлось резко переходить на дистанционное обучение. Как вы справились? Как у вас прошло обучение? Ну, скажем так, глаза боятся, руки делают. Мы быстро, скажем, привыкли к этому. И все, без исключения наши преподаватели, студенты, с успехом пользуются этими дистанционными методами, формами, средствами. Некоторые, в общем-то, было закуплено новое оборудование, дополнительные камеры, компьютерная техника. Некоторым сотрудникам для дистанционного формата выдали оргтехнику на дом. То есть, ну, работа идет. Когда изменится ситуация, вот, например, в новом учебном году планируется ли, допустим, сделать такой симбиоз дистанционного образования и традиционного? Ну, безусловно, уже от элементов дистанционного и электронного обучения мы никуда не денемся. И это хороший инструмент, на самом деле, да, что позволяет нам готовить студентов и, в общем-то, слушателей по разного рода программам. Знаю, что совсем недавно ваши студенты сдали первые госэкзамены в онлайн-формате. Как прошло, как справились, сталкивались ли вообще с какими-нибудь трудностями? Были немножко технические сбои. Это связано с тем, что тоже, во-первых, большое число участников конференции, да. Кроме этого, у нас большинство наших, в общем-то, членов экзаменационных комиссий – это наши бизнес-партнеры. В общем-то, в целом, все прошло благополучно. Сейчас готовимся к защитам ВКР в таком же формате, но я думаю, все будет хорошо. Раз уж заговорили о выпускниках, хотелось бы узнать, какие вообще профоритационные мероприятия проходятся? Проходят в ВУЗе. И как-то следите за жизнью своих выпускников, помогаете трудоустраиваться? Как проходит процесс? Безусловно, трудоустройству мы уделяем очень пристальное внимание. И вот то, что я уже сказал, проектное обучение и практикоориентированное обучение дает нам возможность трудоустраивать всех наших выпускников и практических студентов уже на третьем курсе. То есть за время обучения студентам дается возможность выбора площадок для прохождения практики. Это более чем 150 предприятий, организаций разных форм собственности, не только в регионе, но и далеко за пределами. То есть за время обучения студенты присматриваются к тому или иному предприятию. Соответственно, предприятие присматривается к студенту. И получается, что к моменту завершения, в общем-то, они не имеют таких проблем с трудоустройством. И в центре занятости нашего города и в республике, в общем-то, не зарегистрирован ни один наш выпускник в качестве безработного. За этим мы следим и внимание обращаем. Помимо образовательной программы, в ВУЗе есть время и возможность студентам как-то творчески себя реализовать. И студвесны, и КВНы проходят. Какие вообще мероприятия еще происходят в стенах ВУЗа? Процесс обучения, он на самом деле не ограничивается учебными занятиями. И мы большое внимание уделяем воспитанию студентов. Это неотъемлемая часть образовательного процесса, который, в общем-то, занимает большую часть вообще студенческой жизни. И в нашем институте есть хорошие возможности занятия и творчеством. Клуб КВН, студенческая весна, это спортивные секции. 16 спортивных секций работают. И, в принципе, всем по интересам можно найти занятия и успешно заниматься. Такая крупная, красивая дата в этом году и у главного ВУЗа, и у вашего политеха. Какими видите вообще перспективы развития университета? Куда движетесь, в какую сторону? Ну, мы, у нас амбициозные очень планы. Мы не останавливаемся на достигнутом. Постоянно следим за изменениями, за потребностями предприятий, организаций. Развиваемся и, в общем-то, будем в том числе открывать новые направления, то есть профессии будущего, которые сегодня востребованы и будут нужны. И я думаю, все у нас получится. Я желаю вам огромной удачи. Надеюсь, что дальше также сильно продолжите свою деятельность. Спасибо большое за беседу. А я напоминаю, мы общались с ректором Чебоксарского института Московского политехнического университета Александром Агафоновым. До свидания.